Движение транспорта в самом центре Симферополя по улицам Пушкина, Карла Маркса и Горького – это вопрос, который годами никто не мог решить. Машины по-прежнему продолжают ездить в пешеходной зоне. Проблем от этого как у местных жителей, так и у простых пешеходов немало. Закончатся ли гонки по татуарам, выясняли наши журналисты. Улица Пушкина в Симферополе – самый центр города. Это место имеет очень богатую и красивую историю. Своё название улица получила в 1899 году, к столетию со дня рождения великого русского поэта. И с тех пор стала главным местом для прогулок симферопольцев и всех гостей столицы. Во второй половине 19 века тут во всю кипела жизнь. Тут кругом магазины, различные мастерские, гостиницы, отелье. То есть всё происходили, многие памятные горожанам события. Всё происходило как раз на этой улице. В принципе, с тех времён сама суть улицы Пушкина не изменилась. Это по-прежнему главная пешеходная и развлекательная зона нашего города. Но большая часть архитектуры этого места утрачена. Вместо широкой, украшенной клумбами и фонтанами улицы появилось место, где люди не могут разойтись из-за обилия ларьков и летних площадок кафе. Старые фасады зданий преобразились до неузнаваемости. Но самая главная проблема – это движение транспорта. Современный вид улиц Пушкина и Карла Маркса знает чуть ли не каждый крымчанин. И уже все привыкли к тому, что буквально на каждом шагу можно попасть под колеса автомобиля. Но так было не всегда. Ещё буквально сто лет назад единственным транспортом, который здесь ездил, были трамвай и редкие конные повозки. Существование трамвайной линии закончилось в 1970 году. Однако до распада Советского Союза эта зона всё равно оставалась пешеходной. И движение транспорта здесь было полностью запрещено. Сейчас же от неконтролированного движения автомобилей по пешеходным улицам страдают все. Во-первых, тротуарная плитка, которой выложен центр города, проседает, ломается, и в пешеходной зоне остаются глубокие ямы. Ночью сломать или хотя бы вывихнуть ногу можно без усилий. Во-вторых, движение транспорта здесь просто опасно для людей. Ну и в-третьих, местные жители жалуются, что каждую ночь симферопольская молодёжь разъезжает тут на автомобилях. Громко слушает музыку и устраивает пьяные потасовки. Результаты таких ночных посиделок видны на каждом шагу. Мусор и непонятные граффити чуть ли не на каждом фасаде явно не добавляют красоты центру города. Так что первое, что нужно сделать, по мнению людей, это снова запретить движение транспорта в этих местах. Перекрыть надо для того, чтобы свободно ходить это раз, чтобы не было движения. Во-первых, дышать легче, чтобы не было воздуха-то чище. Зачем здесь машины? Люди ходят, никогда не ожидаешь, откуда выскочит машина. Зади Тепа, ну как бы страшно. Причём точно так же думают и власти Крыма. Вопрос, что делать с центром Симферополя, был поднят на последнем заседании Совета министров. И у главы республики Сергея Аксёнова ответ оказался один. По улице Пушкинская считаю, что движение необходимо ограничить только для людей, непосредственно там проживающих, совместно с городской администрацией. То есть разработайте, какие мероприятия необходимо провести. Всем, чтобы этот вопрос устранить. Подвоз товаров и продуктов к торговым точкам, пожалуйста. Но в данном случае вы организуете какой-то режим, потому что уже сил нет. Там народ говорит, по вечерам непонятные компании в пьяном виде, которые к женщинам предстают. Но в категорической форме зачистить эту ситуацию. Поручение главы республики городской совет без внимания не оставил. На сайте мэрии уже появилось решение исполняющего обязанности главы городминистрации Геннадия Бахарева. Сейчас власти Симферополя начинают работу по наладке специальных балардов, выдвижных столбиков, перекрывающих движения. А пока за общественным порядком в центре будут следить отряды самообороны. По прогнозам мэрии, всю работу закончат меньше, чем за месяц. Александр Губарев, Александр Смычек. Время новостей.